Задача удержаться внутри круга. Казалось бы, просто игра, но эта старинная русская забава учила мальчиков ловкости и смекалки. Ваня Щенин к такому испытанию оказался пока не готов, но уверен, мастерство придет с опытом. Я думаю, что именно такие мероприятия могут во мне воспитать какого-то древнерусского парня, чтобы не сидеть дома и играть в видеоигры, а реально стрелять из лука, биться деревянными мечами, как были древнерусскими временами. У девочек иная задача – вдохновлять сильный пол на подвиги. В Центре возрождения семейных традиций уверены, обращаясь к прошлому, можно найти ответы на актуальные сегодня вопросы. Чтобы вырасти правильным человеком, нужно заглядывать в прошлое все чаще и чаще. Потому что сейчас под влиянием каких-то факторов, возможно, какой-то моды из других стран, каких-то мейнстримов, как это сейчас называется, общество портится. И современные молодые люди уже не те, что были, например, в 20 веке, в 19. Речь идет не только о русской культуре, но и о традициях других стран. Общего у народов гораздо больше, чем различного. Чем глубже мы смотрим, тем больше общего. И у русских, и у восточных, и у западных, и так далее. В культуре любого народа, в традициях, да, женская кроткость, мягкость, умение выстраивать единство – это в девочках от природы. Потому что нам нужно расти детей, воспитывать. Праздники, посвященные возрождению традиций, дают школьникам знания об истории родной страны, которые не почерпнешь на обычных уроках. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.